В городе Куровское состоялся круглый стол, в котором приняли участие депутат Московской областной думы Ленара Самединова, руководитель подмосковного молодежного парламента Андрей Урусов и лидеры молодежных парламентов и советов при главах муниципалитетов Восточного Подмосковья. Темой встречи стала молодежная политика и ее современные тенденции. Слушайте сразу. Молодежная политика будет функционировать только тогда, когда молодежь будет в голове к политике. Это основной посыл подобных встреч. Чтобы молодежная политика была эффективной, нужно быть в центре всех событий, а в идеале стать законотворцем и самим продвигать идеи. Мы берем региональную программу «Спорт по посту». И говорим о том, что нам нужны кофе, потому что нужно делать заниматься спортом. Но при этом мы говорим, что нам нужно еще вокалу, потому что старшее поколение не знает, что это вокалу, и никто за нас это не скажет. И мы вообще можем понять, что возле вокалу это может быть плохо, например, скриппак. И лишь нам нужны какие-то фестивали не только техниках спорта, а нам нужны какие-то онлайн-фестивали, игр, фипы, не знаю, кто-то в танке режется, еще во что-то. Сейчас в Московской области создано 57 молодежных парламентов, хотя изначально их было всего 46. Тем не менее, в полную силу они работают не везде. Где-то они были созданы только на бумаге. Молодые парламентарии Подмосковья нацелены изменить эту ситуацию. Нам дали право в движении законодательных инициатив не только в своей молодежной политике. То есть мы теперь не ограничены только молодежной политикой. Мы в финансы, в социальную сферу, в любую. Вот у нас сейчас закон по донорству, закон по непризнанным гритмам спорта будет. И вот федеральный закон 44, да, вот разнобой. Но это нам также помогает входить в комитет Примосковской областной думы. У многих парламентариев далеко идущие планы. И сейчас созданы все условия, чтобы стать по-настоящему молодежным лидером. Яркий пример Ленара Самединова, который в свои 25 уже депутат Московской областной думы. Чтобы достичь поставленных целей, начинать нужно на местах, стать лидером в своем муниципалитете. Если вы хотите в ближайшей перспективе пятилетки избраться, то вам нужно начинать сегодня. Услышьте, потому что вы не сможете быть конкурентоспособными. Нужно быть узнаваемым. Нужно, чтобы у вас жители знали. Нужно, чтобы у вас уже были реализованы эффективные проекты. Нужно, чтобы у вас уже была команда. Проведение подобных круглых столов позволяет лидерам обмениваться опытом, делиться успехами, решать проблемы. Тем более, что все активные пользователи соцсетей и общение друг с другом наладить несложно. В конечном счете, именно вместе станет возможным реализовать совместные проекты, которые будут действительно интересны молодежи Московской области.